Всем привет! Сегодня хочу показать, как шить такой бюстгальтер с диагональной выточкой, чашка продублированной эластичной сеткой. Швы закрыты. Я покажу, как я моделировала чашку с диагональным швом. И сделать это просто. Для этого нам понадобится база. И сначала сделаем чашку с одной нижней выточкой. У меня в выкройке использовался немного другой каркас, поэтому длины немного отличаются. И точку для бретель я перенесла вправо на сантиметр. Теперь на этом чертеже нам нужно наметить линию, по которой у нас будет разрезаться чашка, то есть новая выточка образовываться. И сделать нужно это через центр. Берем другой лист кальки и перерисовываем то, что находится выше этой линии. Это у нас будет верхняя деталь. И не забываем отмечать центр, по которому будем совмещать две детали. Теперь срисовываем все то, что находится ниже этой линии и закрываю выточку. Не перепутайте линии, потому что у нас там их две, после того, как мы смоделировали нижнюю выточку. Получившийся уголок нужно скруглить, и для точности можно сантиметровой лентой измерить два среза на двух деталях, чтобы они были одинаковыми. И если они отличаются, то подправить это. Штрихами я обозначаю каркас, чтобы не запутаться. И нам осталось сделать припуски, и все, наши детали готовы. Детали станы я никак не меняла, они остались как есть. Я буду шить из эластичного кружева. Чашка у меня будет продублирована эластичной сеткой, поэтому она нам тоже понадобится. Корсетная сетка для дублирования перемычки. Туннельная лента, бретелищная резинка, становая резинка и фурнитура. Косточки, регуляторы, колечки и застежка. Косточки у меня обычные. Располагайте детали так, чтобы нижняя точка фистона попадала на края чашки, не считая припусков. И не забывайте делать насечки, по которым мы будем совмещать детали. Если позволяет кружево, то старайтесь делать симметричный рисунок. У меня вот кружево двустороннее, поэтому я лицом к лицу прикладываю детали и выкраиваю одинаковые. Перемычку выкраиваем в сгиб и следует проверять, чтобы край фистона был одинаковый на двух сторонах ткани. Иначе где-то может быть шире, где-то уже и не хватит места для пришивания резинки, и она будет выглядывать. Я еще смотрю, чтобы две детали пояса между собой сочетались, чтобы фистоны шли логично и выкраиваю оставшийся пояс. Часто остаются отрезки от тканей, и я вот использую их для таких мелких деталей, как перемычка, например. Главное соблюдать долевую. И также из кусочка эластичной сетки тоже выкроила одну деталь. Мы получили две детали перемычки, две детали пояса, две верхние детали у чашки и четыре нижних, по две на каждую сторону. Чтобы получился закрытый шов на чашке, мы складываем две кружевных детали лицом к лицу, и сверху накрываем лицом вниз эластичной сеткой. И скалываем, я еще и сметаю, и будем прокладывать строчку на ширину припуска. При переворачивании чашки у нас шов остается внутри, и с изнанки, и с лица. Выглядит аккуратно. На тонких тканях, такие как сетка или кружево, я делаю точечные закрепки, они выглядят более аккуратно. Если у вас в машинке нет такой функции, можно поставить длину стежка на ноль, тогда машинка будет ходить на месте. Сделать так несколько раз, и такая закрепка будет сделана. Перемычку скалываем лицом к лицу, и прокладываем строчку на ширину припуска. Теперь разворачиваем перемычку, припуск отгибаем на сторону корсетной сетки, и прокладываем строчку близко к шву. И все, что остается от припуска, отрезаем. И также на чашке нужно будет припуск немного подрезать. Детали пояса я буду сшивать закрытыми швами, но этого можно не делать, потому что там и резинка будет, и туннельная лента, все это закроется. Но так как у меня фистончатый край, я сделаю закрытыми швами. Перемычку разворачиваю наизнанку, раскрываю ее, и лицом вверх кладу деталь пояса между сеткой и кружевом. И скалываю этот срез, буду прокладывать строчку на ширину припуска. Аналогично делаю с другой стороны. Припуск срезаем. И при выворачивании всего этого у нас получили закрытые швы, и не должно быть видно припуска. Теперь я скалю две детали перемычки между собой, чтобы ничего не съезжало, и схожу на утюг, также отпарю чашку на колодке. Чтобы ничего не съезжало, я скалю по нижнему срезу чашку и прометаю. Все, что будет выглядывать лишнего, я срежу. И теперь втачиваем чашки в стан, совмещаем края и распределяем срез. Я не нанесла метку в середину чашки, поэтому делаю от краев. Продолжение следует... Я сметала, теперь нужно проложить строчку на ширину припуска. У меня это 7 миллиметров. Делаю загребки в начале и в конце, и проверяя снизу, чтобы ничего не попало лишнего, прокладываю строчку. Вот такой вот промежуточный вариант. На следующем этапе буду пришивать резинку по нижнему краю. Я не высчитываю, сколько нужно резинки, я просто ее прикладываю, и где она закончится, там и отрезаю. Прокладываю трехступенчатый зигзаг, и на этом этапе можно вставить под резинку приталичную резинку для колечек. Я буду делать маленькую петельку на верхнем срезе. На перемычке я резинку укладываю по срезу корсетной сетки, чтобы его закрыть. Продолжение следует... В этих местах, где выглядывает корсетная сетка, я ее срежу. Теперь отмеряю туннельную ленту по косточке. Сбоку укладываю туннельную ленту на сантиметр ниже среза, ну или на тот припуск, который вы давали. Стараюсь проложить строчку в строчку, и проверяю, чтобы снизу ничего не попало под машинку. Еще следует проверять длину туннельной ленты со срезом, чтобы каркас точно поместился. Именно поэтому мы отрезаем туннельную ленту под каркас, потому что при втачивании чашки встан, а срез может растянуться. Срезаем припуск и прокладываем вторую строчку на туннельной ленте. Также делаю в начале и в конце закрепки, но здесь я уже делаю обычную закрепку, и чтобы строчка была ровной, я ориентируюсь на лапку. Я ее ставлю так, чтобы ее левая часть шла по левому краю туннельной ленты, и уже меняю положение иглы, чтобы игла попадала в край. В этих местах оставляйте больше туннельной ленты, чтобы у вас кусочек остался для удобства, чтобы закрепку было сделать удобно. Вот у меня остался маленький кусочек как раз для закрепки, пока все выглядит так. Сейчас нужно обработать верхний срез. Но прежде чем это сделать, я заготовлю две петельки с колечками. Я просто отрезаю два кусочка резинки или бретельчные резинки, вставляю туда колечки и сметываю. Теперь от места пришивания застежки нужно отступить одинаковое количество сантиметров с двух сторон. Я примерно на глаз отступаю пять сантиметров. Отметила эти места булавками и теперь приметаю колечки к этим местам. Я прикладываю колечком вниз, чтобы когда мы отвернули резинку, колечко встало вверх и срез был закрыт. Субтитры сделал DimaTorzok Сбоку нам нужно отрезать лишнюю туннельную ленту, чтобы у нас припуск был свободен. Я всегда сверяю застежку со срезом, чтобы все поместилось. Если что-то лишнее, сразу это обрезать. Я делаю вот такие надсечки, по которым буду ориентироваться. То есть резинка не должна выходить за эту надсечку. Это не считая фестона. Сверху нужно оставить кончики для бретели. Теперь срезаю лишний припуск. Стараюсь сильно не срезать, потому что с лица будет просвечивать. Отгибаю резинку наизнанку и прокладываю второй зигзаг. Смотрите, чтобы срез был закрыт у туннельной ленты. Также я сразу делаю закрепки в этих местах. То есть я дохожу до этого места, меняю настройки зигзага, ставлю узкий, частый, делаю туда-обратно и возвращаю настройки зигзага для резинки и продолжаю пришивать резинку. Продолжение следует... Осталось сделать только застежку и бретели, а также сделать закрепки на перемычки, на колечках. Уравниваю срезы для застежки и сейчас буду ее пришивать. Я ее всегда приметываю и пришиваю прямой строчкой. И у меня есть заготовленные бретели. Я регуляторы уже пришила, подогнула край и проложила также прямую строчку. Смотрю, чтобы ничего не прикрутилось. Прикладываю бретель лицом к лицу к кусочку, который мы оставляли от становой резинки. И прокладываю сначала одну строчку, потом отрезаю становую резинку. Подгибаю бретель на изнанку и прокладываю вторую строчку. Крючки пришиваю с помощью функции изменения положения иглы. Продолжение следует... наш бюстгальтер готов мне все нравится единственное хотелось бы пошире снизу фистон под чашкой так все хорошо